Мороз! Мороз! Давайте все вместе! Попишем, ну погашь! Давай щип! Мусорами разберите! Мусорами разберите! Дети, мы сами разберем! Я тоже не провоцируйте! З одного коктейля зробили кипец, тут у меня не знаю. Не надо, не надо! Здание и транспорт ничего не изменят! Материальные ценности, просто поспорили. Я подтверждаю, те, кто пришли подходить... В него рубашка такая... Я занимаюсь формированием авториона Семена Семеновича. Это мой друг, кстати. Понятно? А мои друзья повертаются, они им кажут, что на дупо дают пять грехов! Это не правда! Так кому верьте? Мне вам, чему родину верьте? Конечно мне! Так а за что я маю вам верьте? Это не один, кто так говорит! Більшість говорит шесть, кто не верит! А ты не хочешь? Да, не хотят! А ты знаешь еще одну вещь? Ты законопослушный? Так! Ты знаешь, что вооруженное формирование не имеет права на забастовку? Ты знаешь? Не знаешь, я тебе рассказываю! Милиция, армия, национальный армия не имеют права бастовать! Те, кто вчера пошли бастовать или позавчера? Они не бастовать, они не могли бастовать! Это заявление на звільнение! Звольняются в главе пастуйских еврейских! Пожалуйста! Правильно! Уволили и пошли витинговать! Правильно! Дайте мне вопрос! Я, конечно, гражданин Украины! Ничего я маю працювати в России через то, что мне не дают возможности заработать в Украине! Скажи, пожалуйста, сколько лет эту страну грабили? Можу сказать, приблизно 1917 года! Вот как? Валят! Валят! И по полной программе! Шикарно! Янукович бежал 21 февраля, прошел 4 месяца! Янукович – это пешка маленькая в данной партии! И давайте не будем рассказывать! Валят! Я с украиной с одним из государством национальной гвардии, он готовит... Он был в отпуске! Его отпуск на 7 дней в отпуск! Он приехал сюда вертаться! Он сказал, что не хотел вертаться! Он приехал за украину сюда! Чтобы вернуться назад! А он говорит, что не хочет вертаться! Я еще раз повторяю, те, кто приходили к админи, конкретно, и митинговали – это те, кто не хотят туда ехать! Потому что у них свой командир! У командира есть свой командир! Я знаю командира первого батальета! Как зовут командира первого батальета? Я не знаю! А я знаю! Я знаю, что происходит. Так я вам поясню, они пришли принимать свои законные требования. И готовы возвращаться. Шановные, знаете все. Вы знаете, чем наши хлопцы харчуются? Какое в них обеспечение? Пять гривен, пять. На базе, подожди, вы сейчас зайдете. Давайте. Вы что-то услышали где-то. И это повторяем. Так давайте наберем бассейн, и там сейчас находятся. Набираем, набираем. Это не повинокий факт. Берите сейчас. У меня просто телефон сел. Я сейчас командира батальона набираю. Командир что скажет. Командир скажет, что ты и Майки проезжаете. Это не про висковые командири, а про добровольные объединения. Конечно. В первом батальоне все. А что же вы говорите про национальную гвардию? Я знаю всех командиров, всех трех добровольческих батальонов. Батальон Семенченко Семеновна я вообще помогаю формировать. Я сегодня был там, и сегодня мы запускали, кстати, вертолеты электрические, которые будут ребятам помогать разведку проводить. Понимаете? Вы мне вот сейчас вот рассказали, что вы все знаете. Я не все знаю. Я вам хочу последний випадок. Виїжь, найомый, повернусь, а сейчас просто скажешь, что ты напередуга. Это командировочный, 30 гривен. И что, это достаточно? Хай будет 30 гривен. Я же не возражаю. Давай на радио. Как машины свои продавайте мне? Из кабина. Свои зарплаты уезжают. Я... Я не из кабину. Вы же радик министра. Вы представивались как радик министра. Ну, это кабинет министров, правильно? Вы с кабинетом. Нет, это министров, ну то нет. Ну что вы. Это отдельно. Кабинет министров это отдельно. Окей. Вы радик министров министров? Это люди для того, чтобы давали по 5 гривен, чтобы салаты малили 30 гривен в суточник? Это для того люди сказали? Нет, нет. Это Минобороны. Ты называешься вот... Говоришь о том, о чем ты сейчас вот не знаешь. Давайте серьезно говорю. Если хочешь, я оставлю свой телефон. Приходи ко мне в понедельник, мы поговорим. А скажите, пожалуйста, может быть где-то в сети вас можно прочесть, узнать отчеты? Каким образом? Да, пожалуйста, я на фейсбуке. У меня встреча подписчиков. Постоянно всем отвечаю. А еще раз представьтесь, как вы на фейсбуке. Антон Гераченко. Мы Евромайдан пиар. Скажите, пожалуйста, вот что сегодня произошло по вашей оценке с посольством Российской Федерации в Украине, в городе Киев? Это то, что должно и могло быть случиться. После того, что сегодня погибло 49 наших ребят в Луганске, и то, что сегодня расстреляли пятерых пограничников наших, в Луганске, сзади погибло 54 украинских воина. То есть, естественно, люди возмущены. Эта акция была не спланирована никем. Люди собрали сами по социальным сетям и так далее, и так далее. Но и выходит, так сказать, выход, ответ на ту агрессию, которую против нас оказывает Российская Федерация. Ее личный руководитель, господин Дубович. Какое у вас отношение к войне? Я считаю, что Украине надо вводить военное положение в Донецке и Уланской области. Я об этом говорю везде на всех территориях. Мне кажется, люди вас поддержали в этом мнении. Вот сейчас акция, она вам помогает двигать эту идею. Я не сомневаюсь, что это надо делать. У нас идет реальная война. И как раз многие, многие этого еще не понимают. Спасибо, Антон. У меня большая просьба. Я вот вижу, что здесь собрались ребята, которые понимают, что здесь происходит. Я очень просьба. Если вы видите, кто кто-то собирается бросать, вот эти зажигательные смеси, прицепляйте эти покупки. Объясняю почему. У нас есть такие же люди в посольстве в Москве. Если вдруг кто-то погибнет в этом здании, погибнут, могут погибнуть наши люди в Москве. То, пожалуйста, обращайтесь в неестественную студию. Мы формируем спецбатальоны. Милиции, например, АЗУ, Миротвоец, Днепр-1, которые у нас воюют с террористами. А вы ее забеспечите можете? Мы делаем многое. Например, три дня. Батальона три дня. Мы прилегаем. Людей, как кушаешь на мясо, соответственно, кто может призвать? Поехали со мной в Петровцы. Я еду в Петровцы. Давайте, наступнее боевые действия у Снежного. Я поеду. Берете меня? Ну, у меня медпомсторжение я готова. Давайте номер телефона пиши. Давайте я запишу вашу. Можно еще одно запитание? Потому что это прерогатива президента. Это мы решаем. Ну, вот мы ему сейчас помогаем. Да. Мне кажется, что это акция. Весь еще пара ПД. У меня еще есть один вопрос. Нет. Вы знаете, вы напрасно так думаете. Я спрашиваю. Вы напрасно так думаете, что еще? Я думаю. Сейчас. Я не знаю себе его. Хотит ли твои цифры? Я не вижу. Давайте, выйди! Продолжение следует...